В эфире телекомпании Город. Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Непотопляемый помощник. Сотрудники МЧС привыкают к новой амфибийной технике ХИВУС-10. Магазин больше не работает. 25 тысяч разовых доз вредоносной синтетики не дошли до потребителей. Для них не бывает чужой беды. Они складывают фонари и навигаторы в свои автомобили и добровольно отправляются на поиски пропавших людей. О спасателях-волонтерах отряда «Лиза Алерт». В начале марта в селе Морчуке-1 Ряжского района пропал 30-летний местный житель. Родственники искали его по знакомым, а обнаружили в мусорной яме возле одного из домов. Подозреваемый 23-летний сын хозяина дома скрылся после инцидента, но оставил главную страшную улику. Между ним и молодым человеком возникла ссора, в ходе которой последний нанес потерпевшему множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего подозреваемый в тот же вечер перенес в мусорную яму за домом. Расследование уголовного дела продолжается. В России еще не было весны, чтобы хотя бы одного рыбака не унесло на льдине или кто-то не провалился под тонкий лед. Возволять из ледяного плена людей сотрудникам МЧС не привыкать. Теперь в Ахарстенале появился серьезный помощник – амфибийный катер «Хивус-10». Шум в кабине примерно такой же, как в УАЗике, а вот количество пассажиров гораздо больше. Этот катер встречает свою первую весну на Рязанских водах. Боевое крещение «Чудо-техника» прошла в рабочем поселке Елатьма, где по техническим причинам не смогли организовать ледовую переправу. На нем переправляли медицинских сотрудников, также на нем доставляли продукты питания, для жизни людей необходимые. Также на нем еще доставлялись и люди, кому нужно было, если в больницу или еще там по каким-то делам, на материк. «Хивус-10» не страшны коварные трещины и пропарены. Он одинаково уверенно идет по воде, по льду, преодолевает отмели, пологие береговые склоны, глубокий снег и даже болото. 140 лошадиных сил уверенно помогают развивать скорость от 60 до 90 км в час. Производится амфибийная техника в России, в Нижнем Новгороде, и в скором времени планируется поступление еще одного такого собрата, который передадут в Касимовский инспекторский участок. Производители уверенно говорят, их судно непотопляемо, и даже при разрыве всех восьми секция надугных двухъярусных скегов остается на плаву. Но хочется верить, что проверять это не придется. В ходе рейдов вместе с уловом многие рыбаки-экстремалы получают бесплатную лекцию от инспекторов и листовки с информацией, как правильно действовать в случае ЧП. К сожалению, ирония улетучивается только, когда кто-нибудь снова оказывается в ледовой западне. Да и то ненадолго, до новой рыбалки. Новость от сотрудников УФСКН. В Рязани ликвидировали очередной филиал интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Главных фигурантов двое. 19-летние молодые люди никогда не были знакомы лично, но очень слаженно работали. Один из дилеров неоднократно привозил криминальный товар из Воронежа и Москвы, после чего продавал его в Рязани через тайники. В съемных квартирах на улицах Кольной и Новоселок найдено более 6 килограммов наркотических веществ. То есть примерно 25 тысяч разовых доз вредоносной синтетики не дошли до потребителей. К другим темам. По оценкам экспертов, от домашнего насилия страдает каждая четвертая семья в России. Причем побои и убийства – лишь верхушка айсберга. Принято считать, что роль тиранов принадлежит мужчинам. Что касается женщин, то им для проявления гнева серьезные причины не нужны. Скандал на ровном месте, в обидчика летит первый попавшийся предмет, а дальше – расплата. Примерно такой сценарий разыгрался в одной рязанской семье в ночь с 8 на 9 марта. Дама допоздна отмечала Международный женский день с друзьями, а когда вернулась домой, разумеется, встретила не очень довольного ситуацией сожителя. Обвиняемая не выдержала криков и зарезала мужчину кухонным ножом. Злоумышленца скрылась с места преступлений, даже когда была поймана сотрудниками полиции, не спешила признавать вину. Ближайшие два месяца женщина проведет под стражей, обвинение ей вынесет Московский районный суд. Житель Клепиковского района подозревается в причинении смерти сводному брату. Уголовное дело возбуждено Касимовским МСО в отношении 29-летнего жителя рабочего поселка Тума. Старший высказал оскорбление в адрес младшего. В результате последний нанес несколько ударов по голове своему обидчику. От полученных телесных повреждений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия. Стоит ли говорить, что ссора произошла после определенного количества выпитого спиртного? Подозреваемый задержан. Обратите внимание, объявления о том, что где-то пропал человек регулярно встречаются на каждом шагу. Их можно прочитать в газетах и на остановках, заметить на двери в подъезде, увидеть по телевизору или в социальных сетях. Сегодня мы хотим рассказать о героях, которые по первому звонку готовы собраться и отправиться на помощь совершенно незнакомым людям, оказавшимся в беде. 2010 год многим запомнился не пожарами и не аномальной жарой, а поисками Лизы Фомкиной, пропавшей в Орехово-Зуево 13 сентября. Пятилетняя девочка потерялась в лесу вместе с тетей, и в течение пяти дней ее практически никто не искал. Только когда информация о пропавших попала в интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. Девочку искали почти 500 добровольцев. День за днем, метр за метром они прочесывали лесные завалы и жилые кварталы. Лизу нашли, но было уже слишком поздно. Волонтеры опоздали всего на один день. Девочка умерла на девятые сутки после пропажи. Потрясенные этой трагической историей люди твердо для себя решили. Такое не должно повториться. И всего через 20 дней, 14 октября 2010 года, появился на свет поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В переводе с английского слово «алерт» означает сигнал тревоги. Есть форум в интернете, называется «LizaAlert.org». Это сайт. На сайте есть форум. На форуме мы списываемся, кто может выехать, кто готов выехать, кто на машине, кто без машины, кого забрать. Римма Желтоухова, как и многие добровольцы, увидела информацию об отряде в интернете. Приняли сразу. В этом деле лишних не бывает. Один выручает с машины, другой привозит личную собаку, которая отыскивает следы потеряшек. Третий учит работать с картами и навигатором. Чтобы мы взяли за руку и привели, таких мало. Но в любом случае, во время поиска идут какие-то мероприятия. Часть задач выполняем мы, часть задач кто-то еще. Все, Вить, нормально все? Живешь? Давай, держись, держись. Вон машина уже впереди. Луховицкий район Московской области. Мы приехали, как выручить московских коллег, потому что мы вроде рядом, даже ближе, чем москвичи. И там было примечательно то, что человек, мужчина, инвалид провел пять суток в лесу, и мы нашли его живым. То есть в мокрой одежде. Было уже холодно, был конец сентября. Мы были в куртках. Человек дожил. Рязанец Андрей Голиков никогда не думал, что в трудной ситуации первыми руку помощи ему протянут именно волонтеры. Когда в его семье пропал пожилой близкий человек, родственники сбились с ног. Дочка Андрея помогла связаться с добровольцами отряда Лиза Алерт. Такой отзывчивости хотя бы у кого-то ожидать, в общем, не ожидал. Координатор отряда Татьяна Александрова сегодня уже занимается поиском людей в Москве и Подмосковье. Мы связались с ней по телефону. Мы сами увидели объявление пропавшего человека в какой-то группе Рязани, в социальной сети ВКонтакте. То есть такое очень часто бывает, что люди, допустим, нас не знают, но мы сами предлагаем помощь в розыске. Я и волонтеры, то есть обзвонили морги, больницы, все, что возможно. Бюро несчастных случаев. Распечатал сам листовку. В дальнейшем мне сказали, что делать этого не надо. У нас вот отработаны технологии, то есть на цветном принтере, чтобы это ярко заметно было. Вот это было развешено. На самом деле всегда есть сложности. Нельзя сказать, что ой, какой простой поиск. Сейчас мы быстро поедем и его найдем. Такого не может быть никогда, потому что неизвестно, чем в итоге обернется ситуация. Сценарии поисковых ситуаций бывают разными и могут потребовать умения ориентироваться в незнакомой местности, навыки владения рацией и так далее. На начало новых поисков не влияет ни время суток, ни погода, ни личные дела. Каждая минута может стоить жизни. Система как-то проводится, да, и помимо того, что мы занимаемся поисковой деятельностью, у нас у всех есть свои какие-то дела, да, у всех есть своя работа. И на поиски мы тратим включительно свои ресурсы. Люди заправляют топливом свои автомобили, покупают мощные фонари, одеваются потеплее и отправляются прочесывать местность. Даже друзья и близкие волонтеров поисково-спасательных отрядов часто округляют глаза и не понимают, зачем все это. В рядах добровольцев оказываются и предприниматели, и студенты, и домохозяйки, и молодые мамы. Готовим, стираем, покупаем и уезжаем. Семью бросать, конечно, нельзя. Хотя бы потому, что, скажем так, очень большая часть наших потеряшек – это заброшенные дети. Дети, до воспитания которых не доходят руки у родителей. Как бы громко это ни звучало, говорит Татьяна Александрова, а для нее есть только одно высшее призвание – помогать людям. В силах таких, как она, спасатели добровольцев, исключить хотя бы одну причину гибели потеряшек не успели. Оказывается, в Рязани десятки отзывчивых людей. У нас было достаточное количество поисковиков, то есть это было порядка 30 активных поисковиков, что, в принципе, это очень неплохо, да, за такое короткое время. Ну вот, то есть поисков было мало, люди как бы рвали в бой, то есть им не хватало поиска, скажем так, да, что очень хотели получать скорее опыт, тоже какой-то проходить обучение. Действительно, реальная помощь и скорая. Недавно заработал портал «Найди меня». Это база неопознанных пациентов столичных больниц. Все, что они могут о себе рассказать на сайте – цвет глаз, волос, особые приметы. Эта информация значительно сужает круг поисков. Если приметы совпадают, можно и на фотографию взглянуть. Для этого, правда, нужно зарегистрироваться и отправить запрос. Таким образом, создатели портала защищают личные данные. Будьте внимательнее к своим близким, к бабушкам, к родителям, к детям, поговорите лишний раз, зайдите, позвоните. Особенно трудно дается поиск детей и пожилых людей. Они плохо ориентируются на местности, иногда не способны сами о себе позаботиться хотя бы пару дней. На поиски родственника Андрея Голикова сразу были выделены несколько человек и две собаки. Тело потерявшегося пенсионера нашли. Дедушка решил пойти с дачи другой дорогой, но подвело здоровье. Таких случаев миллионы, а вот желающих откликнуться – единицы. Хочу поблагодарить заказную помощь ряд телекомпаний и газет, таких как «Приуеха», «Ваша телекомпания», «Радио 9 Рязань», «Панорама города газета». Многие знакомые мне позвонили, прочитав эту газету. И Андрей Николаевич надеется, что с помощью нашей телекомпании на этот раз все его помощники услышат уже не крик о помощи, а слова благодарности. В Рязани тоже есть люди, для которых не бывает чужой беды. Еще одна приятная информация. Начальник регионального ОМВД полиции Николай Пелюгин наградил ценными подарками победителей конкурса анимационных фильмов «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». Одним из первых на суть жюри свою работу прислал коллектив с веселым названием «Музь кино». Это необычный творческий тандем, состоящий из нескольких членов семьи – Ольги Черновой, Нины Абрамовой и ее сын Александра и одной кошки Музьки. В создание мультфильма свою лепту внес каждый. По словам аниматоров-любителей, тема оказалась для них непростой, но они постарались подойти к выполнению задачи с фантазией и забавно рассказали самую обычную ситуацию – как случайный прохожий оказывает полицейским помощь в задержании подозреваемого в уличном ограблении. И благодаря этому понимает, какая это нелегкая и нужная для окружающих работа. «Молодец, парень! Нам такие сотрудники нужны! Приходи к нам в работу! Я в полицию пошел! Пусть меня научат!» Мы тоже поздравляем победителей и радуемся, что рязанцы в большинстве своем понимают все сложности работы полицейских. Это были главные криминальные темы недели. Не забывайте об осторожности и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин